Привет дорогие друзья! Ну что, у команды Зеленского и вообще у слуг народа уже появилось свое Иловайский-Дебальцево, за которым надо постоянно объясняться и оправдываться. Они же любили как бы преследовать там Порошенко, Иловайск, Дебальцево, вы помните, да? А тут внезапно намного хуже. Потому что им вспоминают, так что хрена вы не предупредили о 24 февраля. Почему погибли дети, погибли женщины, погибли просто мирные люди, а вы-то своих родственников подтерли с территории Украины? Тут очень интересно, кстати, обратить внимание, как сейчас нашли залежи целые украинских там олигархов, украинских политиков, миллиардеров там на Лазурном побережье. И, по данным Госпогранслужбы, они выехали вот в аккурат за 3-4 дня, а некоторые за неделю вывезли свои семьи до входа российских войск 24 февраля. Как так вышло? Как так получилось? Все больше и больше вопросов задается, плюс кто-то должен отвечать за... Они постоянно рассказывают о контратаках, сейчас будет уже контрнаступление, все такое. Но, тем не менее, уже август, уже близится к середине, уже середина августа, что я говорю, близится к середине. Но никакого контрнаступления нет. В СМИ были слухи об отставке Залужного, потому что про Залужного все чаще на Западе говорят, что на самом-то деле победы-то ведь, которые можно там как-то рассмотреть, это же Залужного победы, по идее. А не Зеленского. Зеленский не имеет никакого отношения, Зеленский пиар-кукла. И вот это все громче звучало, слухи теперь подтвердились, и таки да, Залужного отстраняют. Короче, говорят, что поставят на место Резникова, министра обороны. И вот Резников, министр обороны, должен был недавно, опять появился, с объяснениями, что же произошло 24 февраля. Дело в том, что Резников 24 февраля намеревался вывести послов западных государств прямо туда, на Донбасс, чтобы они там что-то посмотрели. И при этом сейчас он говорит, мы все знали, мы все продумали, что продумали получается. Продумали послов под обстрел поставить, или в чем фишка. Он рассказывал, 24 февраля собирался лететь в зону ООС, да, и рассказывал, что не видел ударных групп у границы. Это при том, что главный разведчик, Кирилл Буданов, в ноябре прошлого года, 21-го, в интервью, давал очень точные прогнозы. Россия готовит нападение на январь-февраль, атака будет включать в себя авиаудары, десант на востоке, в Одессе и Мариуполе, применение артиллерии и техники ракетных комплексов «Искандер», ожидается меньшее по масштабам вторжение через Беларусь, масштабы разрушений будут гораздо больше, чем в 2014 году. То есть у Байдена в то время инсайдели, вот сейчас уже будет вторжение, прилетает Столтенберг предупредить. Недавно выяснилось, мы об этом поговорим, о том, что оказывается называли четкие даты вторжения, а у Зеленского говорили, что вы нервничаете, будьте спокойнее, а кто распускает слухи и панику, к тому СБУ придет, цап-цап. Как говорил глава фракции «Слуга народа» Давид Арахами, от РФ можно ожидать любых сюрпризов. Мы должны быть готовыми ко всему, но не развивать паники. Вторжение РФ может и не быть, а экономика ляжет. Когда начинают вбрасывать фейки, что российское посольство отзывает семьи, мы же видим, как это влияет на экономическую ситуацию. Зеленский записывает обращение к народу, которое очень интересно называется «Без паники», где он рассказывает о наполеоновских планах, мы будем строить мост, неизвестно, какой имел в виду мост, с учетом того, что он-то уже все знал. То есть вы понимаете, что это происходило настоящая клоунада. Они убирали своих близких с территории Украины, некоторые убирались сами. Данилова никто не видел в первые дни. Если я не прав, исправьте меня. Но его не было нигде. В первые дни его просто, он растворился. А его, как оно, годные для мобилизации сыновья, так они и не материализовались в Украине. Знаете, он их распихал, куда попало. При этом вам, говорит, оно вперед, давай, тишу, жалко пожертвовать руками, ногами, головой, вперед. Так вот, короче, ну без паники так без паники, народ и не паниковал как бы. Потом он собирает журналистов на пресс-конференцию и говорит, паника нам не нужна. Сегодня мы не видим больше эскалации, чем она была раньше. Да, увеличилось количество военных. Но про это говорил еще в начале 21-го года, когда говорилось про военные учения Российской Федерации. И сейчас я не считаю, что ситуация более напряженная. Нам не нужна эта паника, нам нужно стабилизировать экономику нашего государства. Потому что из-за этих всех сигналов, завтра война, потому что эти сигналы пошли даже от уважаемых лидеров государств. Они уже открыты, даже не дипломатическим языком, просто говорят, завтра будет война. Это паника. Паника на рынках, паника в финансовом секторе. Во сколько это обходится нашему государству, а ёпта? И он говорит, что ВВП в 21-м году уже настолько за ВВП велось, что просто капец, и нам нехорошо это разрушать. То есть они четко говорят о деньгах. Если я, допустим, не имею доступа к первым лицам разведок и государств, я не могу знать, когда будет вторжение. Мне определенные лица со стороны Российской Федерации говорили, ничего не будет. Значит, я это ретранслировал, но Зеленскому-то ведь говорили совсем другое. Он-то президент, он же президент, а не лидер небольшой, но жесткой партии, да? Он президент. И ему говорили четко, вот тогда-то, тогда-то. Не верите? Да точно говорили, он точно знал. И при этом, 12 февраля, он будто находится в неведении и на учениях Херсонской области, которую, кстати, скоро захватят, говорит, что украинская разведка работает не хуже других. Войны полномасштабной, наверное, не будет, это просто такая информация. А тем временем, офис президента считал, ну, считал не только украденное, но и то, что можно потерять и не украсть, если озвучить, что будет вторжение. Вы знаете, что тогда происходило? Тогда некоторые политики говорили о необходимости увеличения ассигнований на армию. И в феврале окружение Зеленского зарубало эти ассигнования. Нет, не надо, да перестаньте, шо вы. При этом, они же отлично знали, что произойдет 24 февраля. Они при этом считали, что угроза со стороны РФ до 3 миллиардов долларов ежемесячно из-за опасений инвесторов потеряем большое строительство, по всей видимости. Вот они подсчитывали. Но выходит новое интервью с Зеленским в The Washington Post. И оно объясняет, почему засуетился Резников. Ну, Зеленский человек тупой, мы это знаем. И в принципе, тупость его, это, наверное, не вина его, а беда, в принципе, не только его, а всех нас. Тупой, но злобный. И при этом, в The Washington Post этот тупой начинает рассказывать то, чего не ожидало его окружение, что он будет рассказывать. А он рассказывает, выходит тизер вот 8 августа. Зеленский, оказывается, предлагал запретить въезд страны Евросоюза для всех граждан РФ вне зависимости от их отношения к войне. За эту идею высказываются лидеры очень, ну, таких мощных, но небольших, скажем так, мощных, но небольших государств. Вот, в частности, стран Балтии. А лидеры, ну, серьезных государств говорят, не, не прокатят. Самое смешное, что даже Невзоров, которому Зеленский даровал гражданство, непонятно за какие заслуги, выступает против этого. Против этого начинает уже там говорить Макаревич, что типа я-то гражданин Израиля, мне типа по барабану. Ну, вот с гастролями теперь там у ребят будут проблемы, что вы такое творите. В общем, эта идея не зашла вообще никому из обвыменяемых людей. А с учетом того, что, как следует из статистики, значительное количество россиян никогда туда не приезжали, ну, так им это и нахрен не надо, в принципе, наверное. Вот, в общем, помимо этого, Зеленский начинает рассказывать, почему он сохранял спокойствие. Но тут надо предисловие. 12 января с Зеленским встречается глава ЦРУ Уильям Бернс и предупреждает. По данным разведки, Россия намерена нанести молниеносный удар по Киеву, высадить десант в Гастомеле, обезглавить украинское руководство и, отвечая на вопрос американского издания, Зеленский говорит, что он не все детали разговора с Бернсом готов обсуждать. При этом он признает, что директор ЦРУ присылал ему сигнал об угрозах для жизни, но похожая информация, оказывается, была и украинских служб. Оказывается, и Буданов получал очень четкое, четкое расписание вторжения, где, когда, что, кем, главное, когда. И Зеленский это знал. А почему же в таком случае, зная все это, он настолько не предупредил свое собственное население? Сейчас вот бегают боты его и кричат, ой, был бы, паника была бы, а типа паники и так не случилось. А когда больше паника? Когда тебе спокойно предупреждают о чем-то или когда ракеты прилетают во двор? Ну, это окей, да? Почему же он не предупредил, вплоть до того, что даже бомбоубежища были зассаны, и там спали бомжи и не были готовы? Знаете почему? Из-за бабок. Из-за денег. Скандальное такое объяснение. Объяснение. Если бы мы об этом сообщили, а этого хотели некоторые люди, которых я не буду называть, тогда я терял бы по 7 миллиардов долларов в месяц с октября прошлого года. Когда россияне напали, они бы захватили нас за 3 дня. В целом, наше внутреннее чувство было верным. Если мы посеем хаос среди людей перед вторжением, русские нас сожрут. Потому что во время хаоса люди бегут из страны. Если бы это произошло, то в октябре, не дай бог, в отопительный сезон ничего бы не осталось. Нашего правительства больше не существовало бы, я уверен, на 100%. Ладно, забудьте о нас. Была бы политическая война внутри страны, потому что мы не выдержали бы потери в 7-7 миллиардов в месяц. И тут что-то у него не клеится. Посеяли бы хаос, была бы паника. А паника на дорогах, которые сразу же стали заблокированы из-за пробок. Что люди вывозили все движимое и недвижимое. Не произошла паника тогда, когда людей расстреливали, принимая их за ДРГ. Прямо в Киеве, в частности, семья была расстреляна. В моем стриме вы это видели практически вот так, онлайн. Это не паника, кто вернет сейчас из земли этих всех людей, которые погибли тогда. Которые просто семьи были разорваны. Это и была настоящая паника. А когда ты начинаешь спокойно подготавливать, объясняя, что вот это вот неминуемо. Причем ты спутаешь карты и противнику. Ну, разве нет? Нет. Потому что главное бабло. Теперь по поводу бабла. Мы теряли бы 5-7 миллиардов в месяц. Это много, да. Но только сейчас ситуация в экономике лучше. Заявляется, что у нас фактически уже дефолт. По разным оценкам, к концу года дефицит госбюджета составит 50 миллиардов. Вместо 7. Но говорят и о 9 миллиардах долларов в месяц. Но самый печальный вывод из всего этого Зеленский настолько не верил в свою страну и в свой народ, что он просто боялся сказать то, что он рассказал своему окружению и своей семье. Он боялся, что страна просто развалится, что люди просто разбегутся, некого будет призвать в армию мобилизовать, потому что все разбегутся, сбегут. И конечно же он бы сам сбежал, моментально сбежал бы. Только увидев, что оборона не рухнула в первые часы, он начал уже строить из себя великого защитника нации. Начал фоткаться, сфоткай меня с автоматом, сфоткай меня с бронежилетом, сфоткай меня среди этих мешков, где уже фотографировались, разве что собака чья-то не фотографировалась. И тогда началось построение культа личности такого великого защитника. Великого защитника, который не то чтобы просрал это вторжение, а он о нем отлично знал и не предупредил. И каждый, кто в те дни потерял что-то, скажем так, очень ценное или кого-то, он может спросить у Зеленского, а почему ты говорил, что этого не будет? Почему? Мы понимаем, почему говорили вот этот, этот. Но ты же президент, который это знал. Однозначно видно, что на мировой сцене, там где-то в принципе эту куклу в софитах показывали всем и героизировали, наметились какие-то другие уже мысли. И скорее всего эту декорацию скоро будут менять. У меня обычно, когда какое-то предчувствие, так оно сбывается. Проверим, очень скоро проверим. А пока что, вот такое вот скандальное интервью. Пока.